Всем привет, дорогие зрители! С вами Мистер Шпилкис и мы возвращаемся в охотничьи угодья игры The Hunter Call of the Wild. Продолжаем прохождение охоты в заказнике Ранчо Дель Ароя, Мексика. В прошлой серии мы с вами безуспешно пытались найти одно местечко, которое у нас нужно по заданию. В итоге я катаюсь на квадроцикле, его нашел. Что ж, давайте мы его посетим, оно ближе всего, и потом отправимся по следующему заданию. Давайте посмотрим в журнальном задании, что нам нужно сделать. Последнее пристанище. На фотографии ничего не видно, кроме святилища и изгиба холма за ним. Иди по балке на север, попробуй найти это место, потом мы попробуем найти зацепки. Хорошо. Место в итоге я нашел. Да, действительно, с подковыркой немножко задание и с фотографией оно, в общем-то, сходится. Что ж, это место у нас впереди. Вот 320 метров оно светится. Давайте его посетим, может быть, по пути мы уже сможем кого-то найти и кого-то добыть. В чем я, конечно, сомневаюсь, потому что заказник как-то пустоват, как мне кажется. Особенно вот в таких условиях очень сложно кого-либо заметить, кого-либо добыть. Но вот смотрите, да. Ух ты, какие там у нас красавицы есть, а. Черная и белая. Белая и черная. Это у нас третий класс, да. Для этого подходит у нас Мосинка для добычи таких красавиц. Слушайте, можно сделать вообще идеальный выстрел, на самом деле. Давайте немножко сейчас сместимся. Хищников мы добываем с вами всех. Не делим на самок и самцов, поэтому будем, как говорится, брать. Неплохие. Ах ты, ах ты, ах ты. Классика жанра. Я уже потихонечку забываю, что здесь на вдохе вот такие вот финты творятся. И смотрите, как вот, как игра устроена, да. Четко спрятала мне мексиканскую рысь за камешком, да. Так, одна у нас почему-то там нарезает какие-то непонятные круги. Ну ладно, давайте попробуем вот эту взять. Эту, скорее всего. Хотя, может быть, она остановится, и мы тогда попробуем ее взять. В принципе, есть такой вариант. Она может немножко приостановиться, и тогда мы с вами... Да, я думаю, что попадаем. Не знаю уж, насколько хорошо, но попадание точно было. Ну что ж, пойдем, пойдем. Неплохо мы с вами сейчас распакуем. Дублем таким рысиным. И, друзья, давайте кое о чем с вами побеседуем. В принципе, друзья, я не против того, чтобы охота на канале выходила почаще. Но у меня заканчиваются идеи. В принципе, они у меня кончились уже достаточно давно. А с разнообразием игр вокруг, как бы, к охоте хочется возвращаться все реже. Потому что выходят новинки, интересные новинки. Сюжетные, несюжетные, выживалки. Другие разные жанры игр. К охоте как-то хочется возвращаться все реже. Потому что, ну, будем говорить прямо, да. Будем говорить прямо и честно. Охота потихонечку, да, потихонечку она увядает. Игра, как бы, ничего нового не выходит. То, что выходит новое, не очень интересное, к сожалению. Ну, по крайней мере, мне. Буду говорить за себя. Так, это у нас камешек. Давайте, наверное, с чего-то начнем. С чего-то начнем. А, в итоге, смотрите, да, пятнышко-то у нас слабенькое получается. Ладно. Блин, кнопочка эта непривычная. Забываю, что не на ней у меня действие. Давайте, значит, отдадим нашему лешему команду, чтобы он отправился выслеживать нашего подранка. А сами дальше побеседуем. Так вот, у меня вообще идея отличная родилась. В принципе, такое мы с вами уже делали, но делали это на стримах. Когда в чате мне зрители выдавали задания, и я их выполнял. Мы называли это челленджи зрителей, да. Я бы хотел устроить нечто подобное только в серийном контенте. Давайте так. Так, у нас уже первая добыча найдена, отлично. Давайте так, в комментариях к этому видео вы напишите свои челленджи. Только, друзья, пишите как-то по возможности не что-то такое, какое-то космическое, да, невыполнимое и так далее. Вот смотрите, попадание в мягкие ткани, да, по касательной, а тем не менее рысь падает. Слабенькая совсем она. Вторую рысь, я думаю, тоже мы быстро с вами найдем. Давайте еще раз отдаем команду. Пишите челленджи, лайкайте челленджи других, если он совпадает с вашим, например, да, чтобы не писали там по пять раз, да, будь там, не знаю. Рысь, черную рысь там, вверх тормашками или сальтом там, наоборот, да, что-нибудь типа того. Поэтому, да, смотри, ни одну мы толком не пробили, но, в принципе, это самки. Как бы не велика потеря, если мы что-то даже и потеряли. Голубая рысь, интересно. Расцветочка, да, у нас получилась. Ну что ж, продолжаем движение, мы уже недалеко от нашей точки. Попробуем так, такой вот тестовый вариант. И, в принципе, если идей наберется достаточное количество, я думаю, что ролик выйдет по охоте пораньше. Что-нибудь мы с вами придумаем совместное такое. Я бы хотел такой интерактивчик запустить со зрителями, чтобы и вам было интересно, да, писать свои идеи, потому что наверняка будет приятно потом увидеть эту идею в сериях, да, которую вы написали. Если вдруг кто-то не совсем понимает, какого рода задание нужно давать, друзья, челлендж это, ну, переводится как испытание, да. То есть не что-то такое, типа, там, добудь, там, бриллиант. Понятно, что это испытание, да, но испытание временем и нервами, так скажем. Челлендж это что-то вот, знаете, там, допустим, добыть двух животных одним выстрелом. Я такое делал, но я сомневаюсь, что я смогу такое повторить вновь, потому что это крайне сложно. Или добыть, там, из лука за определенное расстояние, допустим, да. Ну, то есть такие вот задания, которые вроде бы выполнимы, но в то же время нужно подумать, постараться, там, да, пофейлить несколько раз, допустим, подряд. В принципе, ничего, ничего и никого я тут не вижу особо. Если вдруг вам будет интересно, как это вообще происходило у нас на стримах, то есть парочка таких стримов. В плейлистах можно их найти, может быть, я даже закреплю и в комментарии под этим видео. В закрепленном комментарии кину несколько ссылок на вот эти стримы, где были подобные челленджи. Были и интересные. Допустим, зайца мы добывали с вами там на какое-то максимально там вообще возможное и доступное расстояние, что там метров за 300, когда уже веранд, у него точек не хватает на прицеле, и приходилось рассчитывать попадание по зайцу уже там, не знаю, за гранью прицельной сетки где-то. И такое было. Много было интересных, кстати, челленджей, и поэтому я не против замутить что-то подобное. Мы хотя бы как-то разбавим немного вот эту вот скучную возню здесь в этом новом заказнике, потому что вот я еще немножко поохочусь в нем, и скорее всего я забью, потому что, ну, что-то как-то это. Вот. Даже сам кактус говорит. Пошел вон отсюда. Берем. Что это такое? Берем. Что это такое? Берем. 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 Да всё может быть. Может быть и там, а может быть не там. Ну и давайте сделаем, так скажем, финальный осмотр этой местности, а вот ещё кто-то нам в прицельчик попадётся, но чё-то как-то вообще скучно, скудно и нелюдно здесь, в этом заказнике, поэтому пойдём мы дальше по заданиям. Ну по пути, конечно, будем сейчас тоже подыскивать себе трофеечки интересные. Пары рысей, конечно, это не особо интересные, но интересные как трофеи с точки зрения окраски. Да, одна чёрная, другая белая. Так гуляли две подруги, чёрная и белая, день и ночь, да, интересно. Ещё сейчас вот сюда немножко загляну, козлики иногда бывает покрикивают. Ну чё-то как-то никак. В принципе, ещё тоже как вариант, например, можете предложить идеи, касаемые каких-то новых рубрик, которых на канале не было. Ну, либо же, допустим, возрождение каких-то очень интересных рубрик, которые были раньше. Секунду, а почему нас метки нет вроде? Вот революционер Рауль. Полтора километра, по идее мы смотрим. Да, нам вот сюда нужно. Да блин, давай, давай уже перелетим. Вдруг у кого-то какая-то идея крутится, например, а, допустим, сделай какую-нибудь там тематическую рубрику, вот, например, там, тематику охоты исключительно на птиц, допустим. Вот только что у меня родилась такая мысль, а в принципе, а в принципе, друзья, причём бы и нет. Мы слишком интересны. Странно очень, как-то не появилось взаимодействие. Видимо, пока он не договорил, оно не появилось, хотя вроде бы в этом особняке мы с вами уже бывали. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам нужно сделать. Сглянем в журнал заданий. Революционер Рауль. Посмотрим, есть ли в кабинете Асиэнды что-то, что может помочь нам разгадать эту тайну. Тут целая гора документов и газетных вырезок столетней давности. Честно говоря, я, друзья, за сюжетом не слежу вовсе совершенно. Я уже потерял ту ниточку, что тут происходит, потому что, ну, как бы, проходить сюжет раз в несколько месяцев, ну, это как бы такое, да? Так, видимо, нам нужно что-то поискать, да? Сувенир из Германии, говорит. Хершфельдон. Рок Лани, по-моему, насколько я понимаю. Интересно, разработчики, смотрите, сделали, да? Новая Зеландия у нас с вами появилась, да? То есть, Хершфельдон, Новая Зеландия. Вот это блюдо, скорее всего, тоже, да, из какого-то заказника. Тематическое, африканское, вроде бы, какое-то такое, да, похоже. У нас и африканский заказник имеется. Так, смотрим дальше, где нам еще нужно разгрести завалы книг и что-то здесь найти. Поищите подтверждение того, является ли молодой человек на фото кем-то там, да? Так, может быть, где-то здесь? Интересно, сын семьи Сота пропал без вести. Последний раз его видели во время выпаса скота, конфликт на ранчо Дель Ароя. Пропал Рауль Сота Дель Боск, второй сын Мануэля Сота Кампаса, владельца Асиэнды ранчо Деля Роя. Последним 12-летнего Рауля видели его старший брат Хавьер. Несколько недель назад они отправились спасти скот вдоль русла, в честь которого названа Асиэнда. Через неделю сеньор Сота нашел в пустыне белый шарф, который, как он считает, принадлежит его брату. Он надеется, что Рауль будет найден живым. Семья Сота обещает крупное вознаграждение за информацию о местонахождении молодого человека. Патриарх семейства, находясь в своей резиденции в Эрмосилио, обратился к сыну с просьбой отказаться от революционных идей и вернуться домой. А также призвал к прекращению конфликта в регионе. Политические волнения долгое время не затрагивали этот участок Соноры. Однако Асиэнда и ближайшая деревня все пострадали, когда войска Вальи атаковали территории, находившиеся под контролем конституционной армии. Причиной дипломатической обеспеченности также стала череда исчезновений граждан США в регионе. Подробности на странице 4. Это у нас газетная вырезка. Хорошо. Раул Сото Дель Боски. Раул Сото. РС. С маленьким братом. Конечно. Я должен был узнавать. Я слышал эти истории миллионы раз. Никогда не найден свой тел. Раул был немного звереный, если бы вы думали о репутацию, которую он был. Мой интеллект. Понятый тип. И Жавиер был последний человек, чтобы его жить. Но он приехал и присоединился на Беллистасе? Или может быть, он был на руке. У Сотов были довольно влиятельные семьи здесь во время революции. Павел и Раул, папа, имел бы то, что у нас было с лококасике, мэр, в доме федерального государства. Победы, понимаешь. Но потом, все осталось. Я слышал, что когда они сообщили, Продолжение следует... Угу, тут прям детективная история такая. Слушайте, я почитал субтитры, немножко посидел. Давайте отправимся. Кстати, смотрю, там перевод не завезли, да? Сейчас посмотрим. Утамби энту, Хермано. Хотя нет, не факт. Этот квадратик меня немножко смущает. Вполне возможно, что баг шрифта или что-то подобное. Смотрим. Мы очень близки к разгадке. И давай вернемся в Каса Гранде и проверим эту книгу те, кто внизу. Ну, хорошо. А, сюда же нам нужно, да? Я сомневаюсь. А, нет, скорее всего, да. Сюда, только немножко в другое место. Туда, где стоят книги. Воу-воу-воу-воу. Друзья, ауто-то поворот. Фонарик есть, я забыл на какую-то кнопку. А, все, нашел. Карта заказника, как я понимаю. Ну, не заказника, конечно, этой области. Шарф Рауля. Так, посмотрим. Август 1916 год. Мы закончили перегонять скот, так что теперь я сижу в Боск Альта. Хавьер не хотел брать меня с собой. Мать умоляла его, возьми с собой брата, ему нужно учиться. И всю дорогу он только и делал, что костерил меня, на чем свет стоит. Говорил, что я следую за идиотом. Говорил, что шакала Уэрту изгнали, так как нам надо думать о стабильности в стране. Хочешь земельной реформы? Вступай в ряды сапатистов. Вильям только и думает, как набить карманы. Свои шайки. Может, так и сделаю. Сбегу с этой треклятой фирмы. Иногда мне кажется, что я не понимаю, ради чего мы сражаемся. Сентябрь 1916 год. Хавьер все твердит мне, чтобы я бросил эту борьбу. Мы оба хотели перемен, и мы оба получили их, говорит он. Мол, тирана Диаса больше нет. Уэрты тоже. Какой толк сражаться самим? Он говорит, что это прагматичный подход. Но он никогда не признает, что наша семья кормилась с той жестокой и слабой системы. Все работало на нас, хоть мы и успокаивали себя мыслями о том, что заботимся о наших братках. Противно слышать, как Хавьер с отцом защищают сложившийся порядок. Будто эти земли, дарованные нам Богом. Мы ведь наверняка украли их у кого-то. Хавьер взялся за оружие только из-за адских налогов Диаса. А теперь он, мать и отец, вернулись в Эрмосилио, чтобы побеждать бурю. Мы видимся только во время перегона скота. Я много читаю в последнее время, а здесь тихо, хотя с запада иногда слышно, канонаду и отдельные выстрелы. Октябрь, 1916 год. Я опять крупно поругался с Хавьером. Он забрал мое оружие, сволоча такая. И как теперь я должен здесь выживать? Если честно, иногда я боюсь его сильнее, чем бандитов. С некоторыми из них я бы хотя бы на одной стороне воевал. Хавьер же вообще не хочет слушать меня. Понятно, братья. Немножко конфликтовали. Немножко, довольно сильно. Но это объясняет много. Я был старый брат себе, и я боюсь думать о том, что мои сестры сказали о мне в их диарях. Но это пройдет в политику для Хавьера и Раул. В конце войны. И тогда Хавьер взял его оружие, и когда мы нашли, там еще есть кровь. Раул. 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 Продолжение следует... Интересно, получается, что мы с вами прошли, скорее всего, сюжетку, да? Нет, дом на ферме, смотрите, еще у нас остается здание твоей помощи много значит для меня и моей семьи. У меня осталась лишь одна просьба. Я оставил трафареты и кисточки на кухне в Каса Гранде. Ну хорошо, подмести не надо, братан. Я сейчас смотаюсь за венечком там. Свяжу его из прутиков да подмету с удовольствием. Подожди, а где? Почему не светится нигде? На кухне, да, оставил? Надо кухню найти. И здесь революция у нас. Far Cry 6 революция, здесь революция у нас. Везде революционеры сплошные. Кухня здесь, да, получается? Подожди, давайте достанем этот. А, подожди, пока Сальвадор свяжется с тобой. Ну окей, ладно, давайте подождем только за более приятным времяпрепровождением. Пойдем постреляем, наверное, фазанчиков. Они как раз-таки недалеко от этой фермы водятся. Где-то, вот, ожереловый фазан. Я думаю, где-то в тех краях мы должны его найти. Давайте меточку поставим здесь недалеко. Вот на Большое озеро мы сходим, потому что раннее утро, по идее, водопой по-хорошему должен быть в самом разгаре. Да, Большое озеро, он действительно большое. Прогуляемся на него. В общем, друзья, эта серия скорее не какая-то такая прям будет суперинтересная, трофейная, хотя я не знаю, как еще дело пойдет. Эта серия скорее такое объявление для того, чтобы мы с вами взаимовыгодное какое-то сотрудничество получили, да? Ну, рысь, наверное, мы вот эту возьмем сейчас, я думаю. Коль она так просится усиленно, да? Да, я ее вижу, только когда убираю прицел. Растительности нет, а в прицеле как раз-таки все в кустах. И, возможно, уже не возьмем. Ладно, посмотрим. В принципе, там наверняка какая-нибудь самочка не особо интересная. Так, ну тут тоже самочка не особо интересная. Ох ты, смотри, там малыши и козлик. И снова рыси. И толстороги. Ну, пожалуй, задержимся, наверное, какое-то время сейчас. Эй, Киунда. Я надеюсь, что ты держишь себя busy. Я просто отзывал телефон с моей мамой. Я рассказал ей о изменениях, которые мы делаем здесь, и о том, что мы нашли. И я извиняюсь. Я, милый маленький чаба. Ну, это первый раз для всех. Я сказал, что я не пытался скрыть все в истории, и что я хочу их. Я хочу мою семью с моей мамой. Есть одна вещь, что Раул и Раул' рассказали мне. Это что эти типы фула не стоят. Которая причина. Раул' рассказал. Раул' рассказал. Короче, было что-то много. Всех куда-то все подевались. Все разошлись. Ну, рыси проклятые, всех перепугали. Причем, ладно бы были рыси, да, понимаете. А вот, кстати, смотрите-ка, фазанчики, да. Фазанчики это хорошо. Фазанчики это замечательно. Проклятые рыси бы перепугали реально всех. И зайцев, и этих. И толсторогов. Вообще никого не пострелять. Походу надо, наверное, как? Видишь, рысь, добывай. Потому что, да, иначе она просто гораздо больше трофеев у тебя попортит и заберет, чем сама того стоит. Но фазанчики там есть. Фазанчики это хорошо. К фазанчикам мы сейчас с вами прогуляемся. В принципе, я хотел фазанчиков. Я сейчас их, скорее всего, и подобываю. Тихо, тихо, тихо. Ты серьезно? Так, дело не пойдет. Блин, опять эта кнопка, черт возьми. Выломаю из клавиатуры. Все. Так, давай, взять след. Как выбежал-то, интересно. Я думаю, что ты уже нашел. Все. Да, вот первая сложность. Первая сложность совершенно никакущая. Неинтересная. Не это самое. Но, тем не менее, она будет реально распугивать всех животных здесь. Но фазанчики еще есть там. Давайте поторопимся, а то я боюсь, что какая-нибудь очередная рысь выскочит. И всех моих фазанчиков заберет себе. Давайте попробуем немножко сместиться сейчас, да, чтобы понять, какой у нас есть в итоге обзор. Они вот где-то здесь у нас сидят. Да-да-да. Попробуем, наверное, просто подойти. Я уж, честно говоря, точно не помню, как они там себя ведут, как они взлетают. А вот так вот они взлетают. Ой, хорошо идут, хорошо идут. Давай. Я думаю, что успел, наверное, мне кажется. Не уверен до конца, но мне кажется, что успел. О, еще идут. Хорошо. А ну подожди. Успеем? Нет, падает, да, смотри, упал. Ну, слушайте, в целом, конечно, неплохо отстрелились, мне кажется. Нет, скорее всего, промахнулся. Промахнулся, да, потому что почти не целился. Нужно сперва навестись все-таки перекрестьем на рысь, потом давать упреждение. А я решил сделать так, чтобы она в прицел забежала. Но это было не совсем правильно. Так, и вот, собственно, фазанчик, смотрите. Мониторим, давайте, вот сейчас спугнем как-то. О. Ну попал, попал, должна упасть. Да, я думаю, что упала, скорее всего. И вон там еще один летит, да? Да. Неплохое местечко. Фазановое такое. Ну что, попробуем, может быть, пустить собаку последующее. Сейчас потихонечку всех соберем. И там, скорее всего, да? Да, там тоже фазанчик. Хорошо. И вот он, наш первый трофей. Самочка, но все же. Добытая по-правильному. Это радует. Пойдем назад возвращаться, леший. Пошли всех остальных собирать. Там у нас должно быть много. Посмотрим по карте. Ну да, тут, смотрите, мы окрасили пятнами. Здорово, карту. Давайте сейчас этих соберем и еще сходим на одних. И очередной раз для тех, кто, возможно, промотал начало, я напоминаю, друзья. Попробуем возродить одну рубрику на канале, которая была на стримах. Называться она будет «Челлендж зрителей». Пишите в комментариях ваши интересные задания охотничьи для меня. И я буду стараться в сериях их выполнять. Если вдруг кто не знает, как это должно происходить, какие-то, может быть, подробности кому-то нужны, я прикреплю парочку ссылок на те стримы, где мы с вами этим делом занимались. Ну, хорошо. А, ты уже нашел? Слушай, ты молодец какой, а? Самец. Линяющий. Смотрите, интересная окрасочка, да? А давайте сделаем чучело. Про запас. Пускай будет. Либо, если у кого-то есть какие-то мысли касаемо прям полноценной классной рубрики для того, чтобы серии выходили почаще, да? Потому что у меня лично, друзья, идеи закончились. Мусолить из раза в раз одно и то же как-то не хочется. Что-нибудь интересное тематическое там на несколько серий? Да, я только за, как бы. Собственно, вы сами знаете, я напридумывал кучу рубрик. Не знаю, придумал ли кто-нибудь столько рубрик, сколько придумал я в этой игре и у себя на канале. Всяких разных. И хардкорная охота, и супер хардкорная. Что только у нас там не было. Еще раз попробуем. Давай, леший, собирай. Слушайте, а неплохо мы с вами фазанчиков-то подобывали, да? Ой, красиво, смотрите, да, красиво. Взяли, он уже приземлялся, да, самочка приземлялась, но от нас, как говорится, не уйдешь, дорогуша. Ну-ка еще, может быть, разок. Может, еще кого-то найдем. След не найден, давайте попробуем вот здесь. Нет, скорее всего, все, я думаю, да, все. Молодец, леший, всех собрали. В итоге, давайте глянем, сколько мы с вами взяли сейчас фазанов. Это у нас где? Это у нас справка игры. Не-не-не, охотник, подожди, охотничий журнал. Раз, два, три, четыре фазанчика, да? Неплохо. Три рыси, четыре фазанчика. Отлично. У меня, в принципе, созрело, да, вот. Я ляпнул как-то, не в попад. Ну, не то чтобы не в попад, конечно же. Я ляпаю все время в попад. Но смысл в том, что сейчас вот буквально сколько, минут 10-15 назад я сказал о том, что сделать рубрику «Охота на птиц», только на птиц, например. Вы знаете, а это мысль. А это мысль. У меня вот потихонечку она уже крепнет в голове. Я считаю, что да, наверное, надо что-то подобное нам с вами придумать. Мы будем игнорировать всех животных. Будем охотиться чисто на птиц, да? Чем, чем не рубрика для охоты. Без всяких заданий, без всяких этих. Чисто будем охотиться на птичек. Так, фазанчик убегает? Улетает, да? А вот вопрос, от меня ли они улетают? Не знаю. Непонятно. Возможно. Но что-то как-то было далековато для того, чтобы я их так спугнул. Но все может быть. Вот, хорошо. Так, ну что ж, на изготовку ружьишка берем. Потренируемся немного в новой рубрике, да? Но мы еще слетаем с вами обязательно. Сейчас немножко постреляем здесь фазанчиков. И по заданию пройдемся. А потом, глядишь, куда-нибудь в другую совершенно область. Слетаем с вами, поохотимся там. Потому что хочется каких-то других животных поискать. У нас что-то по кругу все ходят животные. Друг за другом. Да-да-да. Скорее всего сюда бегут. Пробуем загонять. Должны взлететь. Да, слушай, смотри-ка ты. Не так-то это легко. Вот так вот, навскидочку, да? Прицельно дать. Подожди, я не пойму. Нет, нет, я попал первый раз, конечно. Я не мог не попасть. Я еще видел даже эту пыль от выстрела в воздухе. Да, это та самочка наша, которая только что ушла, но второй раз уже нет, не ушла. Ну, все, все, давайте, да, не будем время тянуть лишний раз. Нам, собственно, куда? Нам вот сюда нужно вернуться. Неплохо мы с вами, кстати, прогулялись. Продолжение следует... Интересно, что нам нужно сделать, потому что сделать нужно где-то здесь. Будем, видимо, название давать, да? Каза Раул. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вроде как побольше, но ладно, не суть Ну что же, друзья, теперь мы с вами, как говорится, вольны делать все, что захотим Немножко заработали денежек на прохождение сюжета Собственно, тоже вещь полезная, да, в какой-то степени Ну и теперь давайте посмотрим, вот где мы с вами еще не охотились, а поохотиться хотелось бы В каких-нибудь таких вот интересных местах Например, вот в этих вот гористых, да, таких, алмистых А там у меня палатка, да, стоит А, палатка, я знаю, зачем стоит Там тоже не просто так Давайте попробуем вот здесь внизу поохотиться Девять часов утра, я думаю, что такое неплохое время для того, чтобы вот это вот прощупать побережье Немножко сейчас ориентируемся Да, нам вот куда-то сюда нужно попробовать прогуляться Хотя я, честно говоря, в нем, в этом заказнике вообще не ориентируюсь Можно по зонам потребности, конечно, посмотреть, где кто водится Хотя бы примерно А можно посмотреть и по рельефу Вот будут ли вообще здесь какие-либо животные водиться Потому что здесь подход такой, да, к воде Довольно специфический Так, а какие тут еще есть варианты? Нет, вы знаете, я как-то не очень говорю желанием охотиться Да, охотиться вот где-то здесь на краю В этих горах Потому что что-то как-то оказалось тут не так, как я думал Хотя вот, смотрите, впереди уже какой-то крик есть, да Ну, давайте пойдем посмотрим За просмотр денег не берут Ух ты, какие же тут красоточки Прям все к новой рубрике, друзья, идет Прям вот все абсолютно Ну а с вами идет к новой рубрике А вот первый раз я попал по ней, интересно Но я думаю, что и ту, и другую мы с вами должны добыть Все-таки веранд есть веранд От него, как говорится, не уйдешь Даже если очень захочешь Да, мы берем двух индейок с вами еще до кучи Неплохо Так, смотри-ка, толсторожки у нас там, да Пасутся, самочки И стоило же ведь сказать, что местность для охоты такая себе, да Как, нате, пожалуйста, пошли животные Тут по округе появляться Слушайте, ну индейки порадовали Прям две таких добротных Жирных, классных Пойдем подбирать Слушайте, он с очень большого расстояния ее распознал Скорее всего, мне кажется, все-таки О, еще индейка будет у нас отлично Скорее всего, все-таки от меня расстояние рассчитывается, а не от Лешего Ну, есть такое предположение у меня Что считается от меня в итоге Да, смотри, золотой самец, хороший, сколько? Почти 9 килограмм, обалденно Леший, красавчик ты мой, да, я хоть тебе угощу чем-нибудь вкусным Про тебя совсем забыл Ну, извини, брат, извини, ты не в той рубрике у нас У нас сейчас прохождение заказника, а не охота с собакой, так что Давай там особо не серчай Так, поиграем Давайте поиграем Хорошо Сейчас забираем еще одну идейку И высматриваем там Где-то притаилась наша следующая добыча Но у нас, по идее, же есть вот эти вот чудо-манки, да, интересно, они у меня стоят на панели? Давайте-ка взгляну Да, манок на индейку На индейку, да На какой? На семерочке Чтобы индейка отзывалась А, я и так ее вижу и без этого Не-не-не-не-не-куда Куда? Ты что? Что такое удумала? Вот смотрите, где стоял леший Где будет наша добыча То есть расстояние-то внушительно Ну, метров семьдесят, наверное, не меньше, я думаю Семьдесят-восемьдесят метров В итоге, скорее всего, все-таки от нас считается расстояние Ну, ладно, это, в общем-то, не важно, по большому счету Да-да-да, я вижу, вижу, малыш Тоже, смотрите Почти девять килограмм, да? Ох ты, как он изящно стоял Когда пулю поймал Даже жалко Шутка, друзья, конечно же, не жалко Это все пиксели А мы с вами в компьютерной игре В реальности я бы так не делал Ну, опять же Не будем, как говорится, зарекать, да? Зарекаться Приспичит, может быть, и не такое начнешь делать Я вот что-то такое припоминаю Что пока я ехал сюда, когда открывал За эти самые опорные Хотел сказать, когда открывал заказники Когда открывал опорные пункты Я здесь, в общем-то, наткнулся на индеек Причем, ну, в достаточно большом количестве в этих местах я их находил Собственно, вот оно тому подтверждение, да? Индеек здесь много Так, Леший, подожди А какого ты у меня там уровня, друг мой? Дай посмотрю Двадцать пятый из тридцати, да? А, двадцать пятый, смотри, можно что-то взять, да? Смотри-ка ты Интересно Собака чаще держится рядом с вами Собака имеет большие шансы обнаружить спамет, когда не выполняет никаких команд А не знаю, а какой смысл вот в этой близости, допустим? Давайте вот этот возьмем Почему бы нет? Пускай нюх Все-таки это Бладхаунд Там супер нос у него вообще А вот это уже самец, смотрите, чуть больше Девяти килограмм Ну, буквально там на бутерброд больше На кусочек мяса для бутерброда Интересно, а вот индейки себя еще обозначат, если они тут есть? Либо тут молча сидеть? Давайте чуть-чуть пробежимся Да, тем не менее, друзья, тем не менее Еще одна идеечка у нас с вами есть Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо А, одни самки, получается Ну, не одни самки, может быть, и нет Но что-то как-то уже не рассмотреть Сейчас мы не будем особо торопиться Та индейка от нас явно никуда не денется А ну, примерно расстояние Расстояние, на самом деле, внушительное До нее веранд У него первая точка, это 150, по-моему Перекрестие у него 100 Точка 150 Вот он, в принципе, челлендж-то нарисовался сам с собой, да? По-моему, вот это у него 150 Вот это 200 Это 250 Насколько я понимаю Давайте вот сейчас проверим Даже не ради трофея, как бы Ничего страшного с этой индейкой Не случится, если мы ее не добудем А вот проверить кое-что Ох ты, смотри, 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 смотри Не-не-не, давай-ка вот эту Стой, красиво, красиво Я думаю, что берем Я думаю, что берем Не знаю, пока Пока пятно не появилось, но Там по-любому должно было полететь По индейке Давайте, знаете, как попробуем Вот так вот Взять след Леший что-нибудь найдет? Нет, смотри Значит, я, получается, промахнулся, да? Угу Это интересно Вроде бил прям четко туда А-а-а, смотри-ка Ты эту пропустил Хотя, возможно, друзья Это, собственно, наш самец и был Да, не исключено А ну попробуем еще разок Лешего запустить Нет-нет-нет Не попал Ни первым, ни вторым выстрелом Хотя вот если бы веранд взял Возможно бы попал Но сейчас уже поздно Пить боржоми Ну что, еще немножко пройдемся повыше Вот туда Вдруг все-таки там наш самец где-то загулял Определен он где-то загулял Смотри А, тогда мы попробуем сейчас с маночком поработать Да, вижу, вижу, хорошо Я вот не уверен, конечно, что веранд пробьет через кусты Моделька дерева может быть непробиваемой Нет, пробили Он был один? А вот это же, по-моему, толсторог Вроде бы, да, который вот убегали самки Похоже на то Ну, собственно, берем Упустили одного самца, взяли другого Хотя, возможно, это он и есть Наш самец, которого мы с вами упустили Хорошо Молодец, леший Нашел добычу, хотя Особо мы ее и не теряли, знаем, где она лежит Берем в легкое даже Неплохо Ну что ж, друзья, на этом у меня все На сегодня Как мы с вами договорились, буду ждать комментарии ваши С интересными заданиями и челленджами, как только наберется их достаточное количество Выйдет новая серия про охоту Я думаю, что Как говорится, все в ваших руках, да Больше будет идей, больше интересных идей, да Опять же, друзья, если вдруг я проигнорировал чью-то идею Значит, варианта два Либо она будет в будущем Либо просто она, ну, так скажем Не самая интересная, и поэтому, да Поэтому я на нее, как скажем внимание, обращать не буду вовсе Поэтому не стоит флудить одной и той же идеей постоянно Если она не появляется, значит, скорее всего, она просто не совсем подходит Для нашей с вами задумки Пишите также рубрики, которые хотели бы видеть на канале Либо, может быть, те, которые уже были Вам бы хотелось бы очень-очень посмотреть Обязательно смотрите комментарии других Ставьте лайки, да, я буду по этому тоже ориентироваться Чтобы у нас не было там, допустим, добудь утку 20 комментариев Добудь гуся 20 комментариев, да Ставьте лайки другим, кто успел раньше вас написать Это тоже будет идти, как говорится, в зачет Ну, а на сегодня у меня все Спасибо, что посмотрели это видео Если вам оно понравилось, ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал В комментарии обязательно пишите Советы, приглашения, пожелания Увидимся в следующей серии Пока-пока